Всем привет, мои хорошие! С вами Емель и сегодня, как вы думаете, что будет мукбанг? Правильно! Сегодня у нас с вами будет вкуснейшая, сочнейшая домашняя шаурма и картошка фри, опять же, домашнего приготовления, так как никакие доставки, мне ничего доставлять не хотят. Я не знаю, может я что-то не понимаю, но у меня написано, что ваш регион не доставляется. Хотя я не могу сказать, что я живу где-то за городом или еще что-то неподалеку, прям буквально в пяти минут ходьбы, есть метро. Вот. И почему-то наша доставка, она ничего мне не доставляет. Вот так вот выглядит, очень аппетитно, как пахнет. Я решила о чем. А почему бы нет? Почему бы самой не приготовить? Кстати, ссылочка на шаурму, как мы ее готовим в уфобоксе. Переходите, смотрите обязательно. Будете очень вкусно. Куриная грудка сочная. Морковка, свежие огурчики. Все сочетается просто обалденно. Даже надо было две. Мама сказала, можете две приготовить? Я такая думаю, нет, давай одну. А сейчас думаю, надо было две. И давайте поотвечаем на вопрос. Точнее на один. Который я заскринила от своей подписчицы. Он очень длинный. У девушки ник Рутомира. Айка, здравствуй. Никогда не попадай на вопросы, но может здесь прочитаешь. В ютубе есть одна девушка, тоже снимает мукбанки. И она так похожа на тебя, не в том смысле, что случайно. А прям будто она тебя копирует. И говорит так же приветствия, приветы и ответы. Разве что своего рецепта каналов нет. Вот как ты относишься к таким людям, у которых нет своей собственной индивидуальности и копирует других. На самом деле я ее не видела, эту девушку, про кого идет речь. Но я плохо не отношусь к таким людям. Не просто потому, что меня что-то там где-то она скопировала. Мне кажется, даже она это делает нехотя. То есть вот с кем поведешься, от того и наберешься. Например, кого смотришь, на того ты и становишься похож. Вот если честно, есть такая тема. Я не знаю, может только у меня так. Например, я смотрю какого-то своего любимого блогера. Я уже говорю, как она. Я говорю фразочки, как она. У меня появляется манера разговора, как она. И это не из-за того, что, например, она хочет скопировать меня и так далее. Или это ты, например, как человек со стороны, который видел и это, и то, видит какие-то некие сходства. Но так, в общем, мне кажется, это не специально. Это просто от того, что человек, например, меня смотрит. Я, например, одно время смотрела Марину. Но я начала замечать, что я тоже в видео веду себя, как она. В последнее время, если честно, я ее вообще не смотрю. Но когда я смотрела, у меня манера поведения, я не знаю, там, даже тембр разговора был очень похож. И это я не хотела это делать. То есть, это так получалось. Элементарно, когда общаешься со знакомыми, с друзьями, которые говорят с акцентом, ты тоже начинаешь потихоньку говорить с акцентом. Мне кажется, такому человеку даже не надо писать, что вот, ты кого-то копируешь и так далее. Я уверена, что она не хочет никого копировать. Просто так получается. Ну, получается так, ну шо? Как же вкусно. К сожалению, ребят, я вынуждена снимать то, что у меня есть. Не могу позволить себе, знаете, такое разнообразие. Например, бургеры в Макдональдс, крылышки из KFC, не знаю, стрипсы. Мне так хочется этого всего, но просто я физически не могу это себе позволить. Потому что рестораны закрыты. Доставка до меня не доставляет. Единственное, кто делает доставку до моего дома, это суши. Но постоянно я же не могу вам постоянно роллы снимать. Хотя очень бы хотелось. Как только закончится карантин, я буду снимать видео с подписчиками. То есть я хочу снимать с разными подписчиками. С Айсель тоже обязательно будут видео. Если вы живете в Баку, хотите участвовать в моем мукбанке, может быть, что-то выиграть. То обязательно, когда я поставлю опросник в Инстаграме, обязательно отправляйте мне 10-минутный, 15-20 секундный ролик, где вы немножко рассказываете о себе. Потому что если человек очень сильно боится камеры, стесняется, то у нас не получится. Поэтому нужен более такой раскопый человек. Я раньше вообще часто в Инстаграме делаю какие-то конкурсы, разыгрывала там косметику, какие-то вещи, пусть даже недорогие подарки, но условия были максимально простыми и максимально прозрачными. То есть не было такого ощущения, что лохотрон. Например, я оставила фотографию, кто первый напишет комментарий, тот получает приз. То есть всем видно, чей первый комментарий. Там же секунды написано, правильно? Как только ты первый пишешь комментарий, ты выиграешь. И ничего тебе не надо, ни на каких спонсоров подписываться и все такое. Это потому что я как бы за свои деньги все это покупала. Правда, у меня, к сожалению, нет возможности дарить какие-то дорогие айфоны и так далее. Но какую-то мелочь, как палетку теней, не знаю, два хайлайтера и блеск. То есть я могу. И один раз выиграла девочка. И она так обрадовалась. А потом я ей предложила встречу. В тот день, когда у нас должна была быть встреча, она где-то за час мне сказала, что у нее не получается, у нее вышли дела и так далее. Она сегодня не может. Она перенесла встречу на другой день. Я подумала, ну у всех бывают там, не знаю, дела и все такое. А потом в тот день, на который она перенесла, я пришла, получается, где-то за 15 минут раньше. Я просто не рассчитала время. Я пришла туда ближе к ее дому. Получается, подождала ее 20 минут. А еще, получается, я за 15 минут пришла. Я там стояла, ждала 35 минут. Потом она сказала, что у нее, оказывается, срез. И она вот никак не получается. У нее встретиться со мной и так далее. Я подождала, подождала 35 минут и услышала эту новость и пошла. Я решила, честно, может быть, это не совсем справедливо и правильно. Я решила этот подарок отдать другой девочке, которая вторая написала в комментариях. Нет, она ответила на историю. Отдала другую девочке. Она даже сказала, что я не обижаюсь на тебя, можешь отдать кому-то другому. Вот такая вот не очень приятная история была. Один раз, когда я отдавала подарок, мне в ответ тоже подарили блокнотик. И у меня реально это запомнилось прям на всю жизнь. Так было приятно. Там были записки, маленький такой блокнотик, которым я пользуюсь. И мне настолько он дорог, потому что он от подписчицы. Мне так было приятно. Так, знаете, как маслом на душу там. А вот девочка, которая два раза перенесла встречу, а потом я ее 35 минут ждала, и потом она мне сказала, у меня не получается, можете отдать кому-то другому. Можно было хотя бы, не знаю, какой-то своей знакомой сказать, чтобы она забрала у меня. Тем более я пришла близко к ее дому. Буквально от ее дома, как она говорила, 15 минут ходьбы. То есть я ей не назначила встречу там, где мне удобно. А теперь я думаю устраивать гивэвэи не только в Баку, да? Раньше я делала так, что только в Баку там люди могут участвовать. А сейчас я думаю сделать по всему миру и отправить подарок. туда, куда, не знаю, куда угодно, чтобы все могли участвовать и не нужно встречаться с кем-то. Просто отправила на почту и человек получил. И так, вы знаете, ситуация произошла у Андрея Петрова. Он сделал какой-то гивэвэй, и девочка выиграла первое место, то есть это была встреча, и провести день с Андреем Петровым. Это было первое место. И девочка выиграла. Она отказалась от приза и захотела деньги. Вот. И ей предложили 40 тысяч, на что она сказала, что на второе место вы даете айфон за 60 тысяч, а мне почему за 40? Не знаю, чем это все закончилось, но мне кажется, это верх наглости. Это очень неприятно, потому что получается бесплатно. Ничего не делая, ты выигрываешь 40 тысяч или встречу, но не хочешь ты видеться, скажи спасибо, возьми 40 тысяч, поблагодари Бога, иди дальше. Зачем это вот все нужно? Вкуснотища. Поэтому люди разные, и возможно у этой девочки действительно эти два раза произошли какие-то ЧП. Может я не права, просто я не знаю, что у нее произошло. Но такие моменты немного расстраивают, если честно. на этом все, мои хорошие. Я покушала, не могу сказать, что я прям нажралась, потому что это будет неправда. Небольшая такая шаурма, это для меня немного. Обычно я съедаю две. Пойду быстренько это монтировать и выложу для вас прямо сегодня. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита, всем пока!